Добрый день, дорогие друзья! Важные выводы из событий этой осени заключаются в следующем. Первое. Власть не всесильна. И, к счастью, она не едина в своем желании строить у нас в России Северную Корею. Во-вторых, у преступлений есть конкретные имена и фамилии, помимо фамилии Путин. В-третьих, мы можем сделать пребывание на своих постах подобных упырей дискомфортным для власти в целом. Я считаю, что вот такой задачей сделать дискомфортным пребывание на своем посту конкретного упыря для гражданского общества на ближайшее время должна быть председателем Мосгорсуда Ольга Егорова. Вы скажете, это звучит не очень амбициозно. Нужно требовать отставки, так сразу Путина. Во-первых, мы говорим о достижимых целях. А отставку Путина мы обязательно потребуем, когда придет время. Во-вторых, не спешите с выводами. Пусть имя Егоровой не очень знакомо широкой публике, но это важный и знаковый элемент путинской системы. Попытаюсь это объяснить. Смотрите, актера Павла Устинова приговорили к году лишения свободы условно. Много это или мало? С одной стороны, наказание в виде шести лет колонии, которые запросил прокурор, было снижено до года условно. И это, типа, неплохо. Снижено, к слову, только после вмешательства гражданского общества, после постоянных одиночных пикетов около администрации президента, после обращения известных и уважаемых коллег-артистов. Мне кажется, что вот эта вся история с этим сроком Павла Устинову, это колоссальная репутационная потеря. С другой стороны, даже условный срок, даже не связанный с лишением свободы наказания, это бред и беззаконие, потому что наказывают абсолютно невиновного человека. Павел Устинов не нарушал даже те репрессивные неправовые законы о массовых акциях, которые наштамповала Госдума. А главное, доказательства его невиновности были предельно очевидны и доступны любому человеку. Вот посмотрите. Кстати, суд первой инстанции отказался посмотреть эту видеозапись, вынес приговор лишь на основании показаний сотрудников полиции, как бы говоря, ну кому вы верите? Своим бесстыжим глазам или показаниям аж самих росгвардейцев. И Павел Устинов получил 3,5 года лишения свободы за насилие по отношению к представителю власти. Где вы тут видите насилие? Вот и я тоже вижу. Только вот со стороны полиции. Поэтому общество такой приговор не устроило. Оно предпочло верить своим глазам, а не рапортам полицейских. Общественное возмущение по поводу неправосудного приговора Мосгорсуд назвал травлей. Я даже не знаю, что они считают травлей. Ролик Урганта, что ли? Будет им еще травля? Вопрос главный. Как фамилия судьи, который с такой скоростью провел судебное слушание и такое четкое обдуманное решение вынес? Судья – криворучка. Что удивительно, суд второй инстанции не изменил квалификации. То есть судебная коллегия Мосгорсудда посмотрела это видео, но посмотрев, судьи согласились, что на видео показано опасное для жизни и здоровья насилие в отношении представителя власти. Так кто же они, эти вот российские судьи? Как получается, что они могут давать 6 лет тюрьмы, принципиально отказавшись изучать доказательства? Или как они могут посмотреть однозначную картинку события и принять решение, противоположное увиденному? Статья 120 Конституции говорит, что судьи и независимые подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону. Но, к сожалению, это только в теории. На практике, если от кого судьи и независимы, то это от граждан и от закона. Решающую роль в назначении судей на должность в их карьерном росте и материальном благополучии играют силовики. И глава суда, вот посмотрите на эту картинку, очень наглядно и многое объясняет. Тут есть две части. Слева то, как должен происходить отбор кандидатов на должность судей по закону. Справа, как он происходит на самом деле. Как вы видите, реальность и закон, ну, мягко скажем, не совсем совпадают. Естественно, что после такой процедуры назначения судьи руководствуются не законом, а пожеланиями тех, кто их назначил. Ведь судьи понимают, кому они обязаны благополучием. А тут есть чем быть обязанным. Средняя зарплата федерального судьи в Москве – 180 тысяч рублей. А вышедший в отставку судья может рассчитывать на пожизненное содержание в размере до 85% от зарплаты. Судьи также получают жилье и страховку за счет государства. И все это можно потерять, если, например, поссориться с своим куратором из силовых органов или не сработаться с председателем суда. Поэтому независимость судей – это, к сожалению, фикция. Так вот, что же требуют от судей их благодетели из руководства и силовых органов? А это мы знаем доподлинно. Вот цитата из интервью Натальи Васильевой. Васильева работала помощником судьи Данилкина, который вел мое второе дело. Цитирую. Суду представили доказательства, все бестолку. Суд проигнорировал все и решил – виновен. В российских судах есть специальные судьи для таких дел, как дела Павла Устинова или дела Юкоса или других политических процессов. Это зависимые и послушные люди. Их главная задача в процессе – вынести продиктованный сверху обвинительный приговор. Больше всего таких специальных судей в Москве. Вот судья Тверского районного суда Москвы Алексей Криворучко ввел дело Магнитского, Манежное дело, дело Павла Устинова. Знаете его статистику по приговорам? 603 обвинительных, ноль оправдательных. Еще раз, 603 – ноль. Похоже это на справедливое объективное правосудие. Наталья Никишина из Замоскворецкого суда города Москвы ввела болотное дело. Число обвинительных приговоров – 409. Число оправдательных, догадайтесь, ноль. Басманный суд. Наталья Дударь осудила Ильдара Дазина. 456 обвинительных, ноль оправдательных. Сергей Подопригоров из Тверского суда судил Нацболов, ввел дело Магнитского – 432 на ноль. Ну и мой личный оппонент, скажем так, Виктор Данилкин. В прошлом – Хамовнический суд. 47 обвинительных приговоров, ноль оправдательных. Результаты более скромные, чем у других, но этому есть объяснение. Во-первых, Данилкин работал председателем суда, а председатель сам ведет процессы нечасто. Во-вторых, один мой судебный процесс занял почти два года. Некогда было приговаривать других. При этом лично я на Виктора Данилкина не в обиде. Я понимаю, он человек в каком-то смысле подневольный. Заказчики-то, в общем, другие. Обиды не держу, но все равно он преступник. Как и остальные судьи из этого перечня. Они все преступники. И в отношении них в будущем речь идет ни о какой-нибудь иллюстрации. Речь идет о привлечении к ответственности за вынесение заведомо неправосудных приговоров. Этих людей ждет персональная ответственность. Они должны это знать. Каждый раз, когда тот или иной судья выслушивает рекомендацию от начальства и выносит приговор по просьбе, а не по закону, он совершает преступление. Но преступление совершает не только тот, кто выносит приговор по звонку руководству. Преступник и тот, кто звонит с просьбой или распоряжением. Московская судебная система превращена в послушную и абсолютно незаконную вертикаль по штамповке неправосудных решений. У этой вертикали есть организатор и руководитель. Это Ольга Егорова, глава Московского городского суда. Егорова не только диктует районным судьям решения по наиболее резонансным и политическим делам. В составе Московского городского суда она несет прямую ответственность за то, что эти решения подтверждаются кассационной инстанции. Егорова занимает должность главы уже 20 лет. За эти годы Московская судебная система стала символом управляемости и неправосуденности. А в последнее время, наряду с Росгвардией, московские суды стали символом произвола и репрессий в отношении оппозиции политических оппонентов. Четыре года для Константина Котова, три с половиной для Евгения Коваленко, три для Кирилла Жукова, два для Данила Беглеца, три для Ивана Подкопаева, пять для Владислава Синица. Это не просто решение отдельных судей. Это целостная и спланированная кампания политических репрессий для устрашения участников протестных акций. Кампания, ключевую роль в которой играет многолетняя глава Мосгорсуда Ольга Егорова. Это ее персональная ответственность за каждый неправосудный приговор. И поэтому мы должны требовать не только прекращения политических репрессий, не только освобождения всех политических заключенных, но и отставки человека, во многом сделавшего эти репрессии возможными. Человека, превратившего московский суд в позорный и презираемый орган. В орган, где не просто воруют деньги, не просто пронизанной коррупцией, но орган, который прикрывается от ответственности, прикрывается крышей своим соучастием в позорных политических делах. И ответственность должна быть персональной. Это ответственность Ольги Егоровой за разворачивание в Москве политических репрессий. Она очевидна и легко доказываема. Ответственность Егоровой за коррупцию очевидна и легко доказываема. Отставка Егоровой – это правильное требование и достижимый для гражданского общества результат. И если мы будем постоянно и все вместе бить в эту цель, то мы точно ее добьем. Так или иначе. Раньше или позже. Всего хорошего. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова